Уважаемые журналисты, добрый день. Мы рады приветствовать вас в пресс-центре Тартас. Простите, пожалуйста, за небольшую задержку нашей пресс-конференции. Я напомню, что тема нашей сегодняшней встречи – Армения в таможенном союзе. И я рада представить наших гостей. Это директор Департамента развития и интеграции Евразийской экономической комиссии Виктор Спаский. Президент Союза Армян России Ара Абрамян. Здравствуйте. Здравствуйте. Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Айшев. Добрый день. Руководитель Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов Галина Баландина. А также главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Аджар Куртов. Ну и первым я хотела бы передать слово президенту Союза Армян России Аре Абрамяну. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Знаете, вот нам, армянам, россиянам, вот этот таможенный союз, мне кажется, очень правильно, что подписал президент Армения. Я думаю, что Армения, вот когда немножко так долго задержал подписание, наверное, они рассчитали, подумали, смотрели там, что предлагает Евросоюз, что предлагает Армения, Россия. Какой взаимосвязь? Знаете, Армения стратегический партнер России уже давно. У нас ряд международных договоров, ряд обязательств, член коллективной безопасности, экономические, политические. И вот это подписание с Россией, таможенный союз, это продолжение той политики, которой у нас был. И, наверное, президент Армении и вообще правительство Армении учитывали, что тот фактор, что здесь живет самая большая диаспора армян, более 2,5 миллионов армян живет в России. Мы, наши родственники живут в Армении, мы часто туда приезжаем, они к нам приезжают, это по всем направлениям. Они учитывали и политика, и безопасность, и образование, и наука полностью. Второй Армении традиционный экономический партнер. Если смотреть основной продукции Армении, то, что есть в Армении, которую они продают за рубежом, основном, это, конечно, партнерит Россия. Так что, мне кажется, это очень выгодно для Армении. Конечно, выгодно для России, потому что в Армении, в Южном Кавказе, это единственная база, военная база. И инвестиции Армении, это Россия самая большая составляет в Армению. Это хорошо и Армении, и Россию. И плюс то факт, что очень много, ряд проектов ведут. Научных частей, я знаю, ряд институтов сегодня работает активно с нашим Академиным наукам, об этом очень мало говорят, но они очень тесно связаны. Несколько институтов приобрела Россия, вот таких институтов очень важны, материаловведение, которые постоянно композитных материалов, новый вид науки. Так что здесь очень связано. Плюс традиционно, не знаю, для нас, армянам, даже трудно было представление по-другому. Мы продолжали наши, с девятого века, у нас политика, полушутка я скажу, до сегодняшнего дня, наверное, идет и дальше идет. Это продолжение той политики, здесь ничего нового не было. И мне не кажется, что Евросоюз, прямо то предложение, которое они дали, это прямо выгодно. Я не знаю, очень много говорят, что долгосрочным пониманием предложение Евросоюза очень выгодно. Ничего подобного я не согласен. Знаете, что у нас есть партнер, у нас есть сегодня традиция, у нас есть сегодня огромный людзенский ресурс, огромный научный ресурс между нашими государствами. И то, что подписали, это, я считаю, что очень взаимовыгодно обеих сторон. А то, что касается нам армянам здесь, знаете, в дальнейшем, в долгосрочном понятии как раз нам и выгодно. Потому что, сколько я знаю, вот сейчас Россия объявляет с 15-го года, допустим, визовый режим. А те государства, которые таможен в Союзе действуют, представьте себе, вот 10 самолетов, каждый день летит Армения туда-сюда. Сколько людей визовый режим, это и экономические, и трудности, и дополнительные проблемы создаются. Так что, если я коротко, просто очень много плюсов есть, которые, это ползу говорит о аможенном союзе. То, что касается президента, президент традиционный пророссийский, мне кажется, он ничего там... В Армении есть ограниченные разные мнения. Наши, я хочу сказать, то, что сегодня сделал президент, это тоже непростое решение, это тоже не так просто. Пришли и подписали. Я против немножко курса ряд условий, которые очень выгодны Армению. Ну, я могу сказать и Армению, Россию, так. Но президент делал очень большой правильный шаг. И мы от этого ждали, это и получили. Ничего другого мы не ждали. Спасибо. Спасибо большое, господин Абрамян. Ну, а мне хотелось бы передать слово директору Департамента развития и интеграции Евразийской экономической комиссии, Виктору Спасскому, пожалуйста. День добрый, уважаемые дамы и господа. Лучше отвечать на вопросы, чем о чем-то рассказывать. Потому что о нашем Евразийской экономической комиссии можно говорить много, пишут много, может быть, не совсем правильно. Я бы хотел сказать только об одном. Действительно развиваются отношения между Российской Федерацией, Беларусью, Казахстаном, то есть три основных участника, вот, и Армении на протяжении последних лет очень активно. Если посмотреть ситуацию, которая складывается в Армении, это выбор армянского народа, как интегрироваться? Потому что последняя мировая ситуация, достаточно сложная и в мире, особенно последние три года, говорит о том, что активизировались все интеграционные региональные процессы. Почему это происходит? Это происходит из-за того, что лидеры этих государств пришли к выводу о необходимости активизации экономической интеграции с тем, чтобы экономики государств, входящие в региональные интеграционные объединения, оставались, по крайней мере, конкурентоспособными. Желательно, чтобы ситуация улучшалась. Вот это как раз характеризует ту ситуацию, которая сейчас сложилась с таможенным союзом и единым экономическим пространством. С 2010 года работает таможенный союз, с 2012 года работает единое экономическое пространство. И для того, чтобы реализовывать задачи по повышению конкурентоспособности трех экономик, полтора года назад создана Евразийская экономическая комиссия, которая работает в первую очередь над созданием нормативно-правовой базы, кодификацией, с тем документов нормативно-правовых, чтобы в ближайшее время, к 1 мая следующего года, появился свод экономических законов в одном документе, который было бы удобно и для юристов, и для бизнесменов, которые описывают всю нормативно-правовую базу экономическую, как жить в рамках таможенного союза единого экономического пространства. Причем, что я хочу подчеркнуть, эта база очень хорошо известна и в Армении. Объясняю почему. Потому что все эти процессы шли в рамках Евразес, а вы знаете, Армения, Молдавия и Украина являются наблюдателями. И представители Армении очень активно участвовали в качестве наблюдателя и в рамках работы Евразеса, поэтому им нормативно-правовая база известна. И для них поэтому существенно легче адаптироваться к этой нормативно-правовой базе, потому что они были информированы обо всем, что делалось. Это выбор Армении, потому что вот была такая возможность или для повышения своей конкурентоспособности ориентироваться в экономической части, я подчеркиваю, на европейское сотрудничество или на евразийское. Значит, есть соответствующие экономические выкладки, можно спорить, но преимуществ, с моей точки зрения, я подчеркиваю, конечно, для Армении в рамках интеграции в Евразес существенно больше. Если будут вопросы, мы можем обсудить любое направление по всем четвером свободам. Движение товаров, услуги, капиталы, рабочая сила. Ну и если говорить уж совсем существенно, то единое экономическое пространство предусматривает не только свободу по четырем направлениям, но это и согласованные политики. Согласованные политики по направлению, например, научно-техническое сотрудничество. Очень хорошие возможности есть в Армении, в том числе известные предприятия Марс и реванские не математических проблем. Очень могут появиться хорошие результаты и в этом направлении. Ну и инфраструктурные, безусловно. Это касается энергетики, дороги, железные дороги, автомобильные дороги. То есть вся эта инфраструктура, то есть по всем составляющим есть реальные возможности активизировать сотрудничество. И с моей точки зрения, почему это интересно для бизнеса Армении? Да по одной простой причине. Что вот мы докладываем регулярно, как идут интеграционные процессы у нас в Таможенном союзе в едином экономическом пространстве президентам на саммитах три раза в год. В прошлом году президенты сказали, что проект важнейший. И три раза в год мы докладываем о всех существенных вопросах, в том числе проблемах, чтобы движение шло поступательно вперед. И в мае месяце, докладывая ситуацию с формированием единого экономического пространства, стал вопрос, есть ли барьеры на пути четырех свобод. Оказалось, их очень много, несколько сот барьеров. Президенты сказали, к первому января 2015 года этих барьеров не должно быть. Это значит, что тот, кто к 2015 году будет внутри Таможенного союза, будет жить в этом экономическом режиме по всем направлениям и будут работать без всяких барьеров. А если вне Таможенного союза, то барьеры останутся для тех, кто вне рамок Таможенного союза. Поэтому эффективность, она абсолютно реальна, можно говорить по конкретным цифрам. И буквально последнее. Вот если почитать то, что пишут не только в Армении, допустим, в Молдавии, в Украине, говорят, ну вот сейчас идет разговор об интеграции. Всегда принято интегрироваться с богатыми, а не с бедными. И пользуются еще тем тезисом, который, наверное, уже давно устарел, что вот Европа богатая и беспроблемная, а вот Таможенный союз недостаточно богат. Ну где-то правота есть, если взять экономические доходы на душу населения, заработные платы. Пока в Таможенном союзе, наверное, показатели пониже. Но я бы хотел подчеркнуть, что в Европе проблем становится все больше и больше, и относительно она слабеет, и становится не такой привлекательной. А вот Таможенный союз активно-активно развивается, причем очень активными, серьезными темпами. И вот если взять несколько цифр, доходы на душу населения, например, в Армении, ну это порядка там 3 тысячи долларов с небольшим. Вот, для сравнения, да, Таможенный союз, это за 13 тысяч долларов. Заработная плата, средняя по итогам прошлого года в Армении составила 344 доллара. В Беларуси в полтора раза выше, в Казахстане в два раза, в России почти 900 долларов. Вот о чем идет разговор. То есть здесь идет разговор об абсолютно таким продуманном, с моей точки зрения, выборе, что нужно интегрироваться, и здесь можно получить серьезные экономические дивиденды. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Виктор Валентинович. Мне хотелось бы передать слово эксперту Центра изучения Центральной Азии и Кавказа, Института востоковедения Иран Андрею Анатольевичу. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно много было сказано, и я присоединяюсь к тому, к перечислению тех преимуществ, которые предоставляет Армении сближение. Я бы сейчас говорил о поступательном характере этого процесса, потому что, да, политическое решение принято, но на пути более полной и более, так сказать, комплексной интеграции Республики Армения с Таможенным союзом и формируемым Евразийским экономическим союзом должно пройти достаточно много этапов, как формальных, так и неформальных. Должны быть подписаны, так сказать, некие бумаги, начиная с заявки Республики Армения о вступлении приемов членов Таможенного союза. Должны быть предприняты определенные кадровые, организационные, информационные шаги, потому что ни для кого не секрет, что разные действительно, вот здесь уже отмечалось, разные мнения звучали и продолжают звучать в Армении, и далеко не все из них основаны на, так сказать, трезвом экономическом расчете. И вот когда слышим определенного рода заявления, то как бы упускаются из виду многие факторы. Упускаются из виду, например, то, что рынки Армении и России и Таможенного союза являются друг для друга традиционными, так сказать, узнаваемыми. Упускается конкретная выгода, которая действительно просчитана, которая дает Армении интеграция с Таможенным союзом, в то время, как, скажем, в случае с Европейским союзом, насколько я знаю, есть только общие приблизительные оценки, но, так сказать, научно выверенных и проработанных прогнозов не существует. Упускается из вида то, что не нужно ставить вопрос о парадигме или-или, потому что Таможенный союз является достаточно гибкой структурой. Таможенный союз, скажем, не предусматривает общей денежно-кредитной налоговой политики. Таможенный союз не предусматривает, насколько я знаю, даже в перспективе введения единой валюты между странами. Поэтому он подразумевает главным образом единое таможенное пространство и все то, о чем говорили коллеги, что, конечно же, является дополнительным стимулом и дополнительным фактором укрепления российско-армянского сотрудничества в самых разных областях, не только в экономической, военно-технической, но и, например, в сфере безопасности, что является очень важным для республики Армения. Вот это иногда, на мой взгляд, упускается, а между прочим, между тем это должно, на мой взгляд, очень так четко и ясно осознаваться, что Армения находится в, так сказать, сильном, нестабильном регионе и для нее имеют значение целый комплекс факторов, далеко выходящих за рамки, так сказать, головоэкономического прагматизма. Я думаю, что именно это, весь этот комплекс обстоятельств был учтен в дни, непосредственно предшествующие визиту президента Армении в Российскую Федерацию, по итогам которого были приняты известные заявления. Мне кажется, что сейчас нужно спокойно и вдумчиво приступать к реализации этих заявлений и не допустить ситуации, при которой можно было бы говорить о некоем разрыве между, так сказать, политическими декларациями на высоком уровне и конкретной работой по сближению экономических систем Республики Армения и Таможенного союза. Спасибо. Спасибо, Андрей Григорьевич. Ну а теперь мне бы хотелось передать слово руководителю Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов Галине Баландиной. Спасибо большое. Я, наверное, с позиции технического эксперта здесь несколько слов скажу. О чем идет речь? Армения является членом Всемирной торговой организации с 2003 года. Вы знаете, что, вступив во Всемирную торговую организацию, Российская Федерация инициировала в рамках Таможенного союза специальные соглашения, в котором наши партнеры по Таможенному союзу согласились действовать в соответствии с принципами и правилами ВТО. Такое соглашение было подписано еще в 2010 году, и, соответственно, вся нормативно-правовая база Таможенного союза, она основана на нормах и принципах ВТО. Те, которых действуют в Армении, они одинаковые, поскольку основываются на одной базе с 2003 года. Второе. Это, собственно, зона свободной торговли. Я не буду сейчас обсуждать, какие могли бы быть экономические последствия, случаи подписания Армении с Европейским союзом от режима торгового, предусматривающего беспошлиный ввоз товаров с территории ЕС на территорию Армении. Но я хочу сказать, что, вступая в Таможенный союз, Армения тем самым не вызывает для себя дополнительных рисков, потому что в режиме зоны свободной торговли мы с Арменией живем с 1992 года. Товары, которые перемещаются между нашими территориями, они поставляются беспошлино. Ну, а третье. Это, наверное, о сложности технического характера, которые могут быть связаны с тем, что на самом деле правила и принципы одни и те же, но меры госрегулирования у нас немножко различаются. Армения предоставляет более либеральный режим доступа товаров на свой рынок, нежели тот, который есть в Таможенном союзе. На самом деле это вещи преодолимые, и на примере процедуры вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию понятны и технические аспекты, как это преодолевается. Кроме того, в связи с тем, что Россия, вступив в ВТО, взяла на себя некоторые обязательства по либерализации внешнеторгового режима, и со стороны Таможенного союза будет снижение барьеров. И эти двусторонние направления регулирования внешнеторговых отношений, они будут, в общем-то, в одном и том же векторе. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Теперь мне бы хотелось передать слово главному редактору журнала «Проблемы национальной стратегии» Аждару Ашировичу Куртову. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, мне бы не хотелось, чтобы мое выступление было воспринято как продолжение все того, что здесь было сказано в оценках вступления Армении в Таможенный союз. Потому что, помимо того, что я сам являюсь сторонником этого акта, я все-таки вижу те сложности, те риски, те, если хотите, угрозы, которые сопутствуют этому решению. И вот элементы пропаганды, которые сейчас доминируют в средствах массовой информации, тех восторженных эпитетов, оценивающих это решение, они должны заслонять от нас объективного анализа всего того, что предшествовало, то, что произошло 3 сентября и того, что еще предстоит сделать. Мои коллеги здесь говорили, что в Армении есть разные точки зрения на отношения с Европейским союзом и отношения с Таможенным союзом. Это действительно был сложный выбор политической элиты Армении. Действительно шла борьба, совершенно очевидно, причем борьба не только за общественное умонастроение, а борьба в политической элите Армении. Если вы посмотрите российские средства массовой информации, то часть объективных экспертов, они приводят очень примечательные цитаты, с которыми выступали и премьер-министр Армении, и заместитель министра иностранных дел. Цитаты, которые говорят о том, что был этот тренд подписать в Вильнюсе, парафировать в Вильнюсе соглашение с Европейским союзом. И этот тренд никуда не делся. Кстати говоря, институт, где я работаю, если кто не знает, это Президентский институт, Российский институт стратегических исследований, он в конце прошлого, в начале этого года выпустил специальный доклад с оценками того, как подходят к перспективам Таможенного союза, к плюсам и минусам в бывших государствах Советского Союза, точнее в странах СНГ, в том числе и в Армении. Мы зафиксировали достаточно тревожную тенденцию, и в Армении она очень сильно проявляется. То, что, да, большинство сторонников, это по-прежнему расширение связи с Россией, с вступлением Таможенного союза, но вот динамика-то не очень хорошая. Растет число сторонников с критическими оценками российской внешней политики и с некими иллюзиями в отношении того, что может дать Европейский союз. И, повторяю, это реальности современной жизни в Армении. Это можно понять, как можно понять и подходы Армении к выгодам, которые ей могут предоставиться. Правда, эти выгоды не наступят быстро. Нужно прекрасно понимать, что те цифры, которые назвал коллега Спасский, о том, что в России 900 долларов, там средняя зарплата, ведь они быстро в Армении не появятся, если появятся вообще. Кстати говоря, этого же нет равенства и в Европейском союзе. Сравните зарплаты Болгарии и зарплаты Германии. Ничего подобного там нет. Но вот что есть в Европейском союзе, можно критиковать эту организацию сколько угодно. И в чем она в выгодном отношении находится, чем по сравнению с постсоветской интеграцией, в том числе и то, что мы сейчас видим в Таможенном союзе и в Евразийском экономическом союзе. Это разные подходы. Европейский союз требует от стран, участников, от государств, которые стремятся войти в Европейский союз, работать с полной отдачей сил. То есть работать как члену некого кооператива с полной отдачей. А в Таможенном союзе очень часто настроение тех государств, которые вступают в эту организацию, содержит элемент того, что я назову грубым, но, честно говоря, очень объективным термином – иждивенчество. То есть люди хотят получить от России различные преференции, и это есть, это можно перечислять на примерах Казахстана, Белоруссии и далее по списку очень-очень долго, и получить экономическую помощь. А в ответ очень часто идут разговоры о сохранении некого влияния России. То есть на одну чашу весов кладутся десятки миллиардов долларов конкретных проектов, а на другую такой вот эфир. Да, за влияние надо платить, но все-таки встает вопрос, а оплата, она не очень ли высокая в отдельных случаях, особенно в условиях того, что само экономическое положение России отнюдь не блестящее. Только что прошел саммит G20, вы помните, и министр финансов России публично вынужден был говорить о планах уменьшения на 5% расходов по всем ведомствам, об отмене материнского капитала, вот эти все планы пенсионной реформы, которые фактически, ну хоть это и завалировано, они предлагают рост пенсионного возраста. Потому что, как вы не говорите, а вот эта вот возможность работы без выхода на пенсию, что тебе должно по этим планам увеличить пенсию, ну это то же самое рост пенсионного возраста, просто в завалированной форме. Дело дошло до того, что обсуждаются вопросы о том, чтобы перенести на будущее некоторые поставки современной военной техники в вооруженных силах России. Россия с тяжелым экономическим положением. Если идти по пути, по которому шел Советский Союз, а вы помните, это, наверное, уже люди здесь, многие старшего возраста, этот путь, когда очень щедрой рукой открывались кредиты и вспомоществования государством социалистического лагеря, и тем более государством, ведущим по пути строительства, так сказать, социалистической ориентации в странах третьего мира, то очень часто эти деньги пропали для современной России. То есть мы вынуждены были прощать десятки и десятки миллиардов долларов очень многим государствам. Я это говорю не в упрек Армении, я хочу это специально подчеркнуть, просто есть объективные обстоятельства, которые связаны с особенностями народного хозяйства комплекса этой республики. Что в Советском Союзе Армения была самодостаточной, да, она имела преимущество многие, она имела развитую научную базу, к сожалению, она во многом утрачена на сегодняшний день, она имела мощное приборостроение, мощную порошковую металлургию. Ну, я вам приведу только приборостроение, да, и компьютерную технику. 25-30% тех компьютеров, которые в Советском Союзе производились для нового военно-промышленного комплекса, делались в Армении. Но после распада Советского Союза многие эти связи были утрачены. Целые отрасли промышленности погибли. Самодостаточности не было, даже, повторяю, в Советском Союзе. 80% сырья для лёгкой промышленности Армения получала извне, для лёгкой промышленности. Это я уже не говорю о том, что полностью там получала сырьё для функционирования атомной электростанции и так далее и тому подобное. Эти связи были утрачены, они многим перепрофилированы. Вернуть их полностью, ну, мне представляется, что сейчас очень и очень большой труд предстоит, а главное, очень и очень большие расходы предстоят. И те проекты, которые сейчас уже озвучены и обещаны в качестве реализации в Армении, они ведь тоже не безупречны с точки зрения объективных оценок. Но давайте не лукавить. Все эти годы Армения задолжала России определённые суммы денег. Потом было принято решение о том, что за долги, за вот эти долги, часть предприятий Армении будут переданы России. Это и произошло. Но почему это произошло? А потому что страны Востока, страны Запада, международные финансовые институты, богатая армянская диаспора так и не смогла реорганизовать эти предприятия и поднять их на ноги. А сейчас я очень часто читаю и слышу от моих армянских коллег упрёки в адрес России, что и Россия не смогла. Так может быть, есть объективные обстоятельства, потому что эти предприятия с трудом могут быть реорганизованы, с большими затратами вот в нынешних конъюнктурных условиях рынка труда. Есть очень много упрёков, которые мне, как гражданину России, честно говоря, неприятно слушать. Но я же знаю цифры, что 90% так называемых гастарбайтеров, нехорошее слово, из Армении, они ведь работают в России, что 70% граждан, которые вынуждены были из-за этих тяжёлых условий первых особенно годов независимости, покинуть республику, они куда переселились? Они тоже переселились в Россию. Да, нас связывает очень многое. И тем не менее, когда встаёт вопрос о том, что вы оплатите строительство железной дороги из Армении в Иран, я постоянно спрашиваю наших армянских коллег, а что будет возиться, какой товар будет возиться по этой железной дороге, которая в условиях высокогорья будет очень дорого стоить? Этот что, товар будет возиться из России, транзитный товар какой-то в Армению? Я просто хочу подчеркнуть, что вот подобного рода проекты безусловно выгодны Армении. Но вопрос о том, выгодны ли они в масштабах Каморного союза и тем более выгодны ли они России, чисто экономически, и повторяя точки зрения. Это очень серьёзная проблема. Очень серьёзная проблема. Аджара Шерёвич, прошу прощения, просто у нас мало времени. Я предлагаю перейти уже к раунду вопросов, потому что у журналистов есть большое количество вопросов. Пожалуйста, подходите к микрофонам, друг за другом по очереди, называйте издание, имя, фамилию и задавайте вопрос. Пожалуйста. Пётр Канаев из «Тартас». Вопрос господина Спаскова и уважаемым экспертом. Скажите, пожалуйста, существует ли дорожная карта унификации тарифов с Арменией? По каким тарифам наибольшая дельта существует? И второй вопрос общий, вот в продолжение темы. Исчерпывается ли для России экономический эффект от расширения таможенного союза углублением геополитического, гуманитарного сотрудничества? Существует ли экономический эффект? Просчитаны ли они? Значит, если говорить конкретно про Армению, то, безусловно, просчётов таких у нас в комиссии нет и быть не могло, потому что политическое заявление президента Армении было сделано только 3 сентября. И есть соответствующая процедура, а именно обращение на уровень президентов трёх стран, которые рассматривают и дают соответствующие поручения для проработки. Вот я могу сказать просто, ну, как это происходило, например, с Киргизией. С Киргизией было в прошлом году сделано обращение, и потом началась нормальная, кропотливая работа. Представители четырёх государств, включая представителей Евразийской экономической комиссии, создали рабочую группу, дорожную карту, в которой прописывается, что нужно делать. В том числе вот тот вопрос, который вы заговорите, дорожная карта по тарифам. Это касается не только этой тематики, потому что, ну, это просто на слуху. Есть более такие конкретные вопросы, и уже работа в предварительном порядке началась. А именно, армянскую сторону справедливо интересовало будущее, 15-й год, когда на территории Таможенного союза заработают новые технические регламенты. Их 61. И для того, чтобы не потерять рынок, армянская сторона уже за годы стала готовиться к работе в рамках этих новых технических регламентов, которые отличаются от армянских, от европейских. И вот по техническим регламентам консультации уже начались. Почему? Потому что в начале этого года был подписан меморандум о взаимодействии между правительством Республики Армения и Евразийской экономической комиссии, где были сформулированы те вопросы, которые интересуют в первую очередь армянскую сторону, которые мы начали уже обсуждать. Вот что касается технических регламентов, мы обсуждение начали. Что касается импортных пошлин, таких обсуждений еще на сегодняшний момент не было. Простите, а можно сразу уточнить, по каким направлениям по техническому регулированию идут сейчас консультации? Значит, техническое регулирование это очень серьезный вопрос. Вот на сегодняшний момент времени принято решение в рамках Таможенного союза должен действовать 61 технический регламент. Больше половины разработанное. 20 вступило в действие. Они касаются легкой промышленности, касаются пищевой промышленности, безопасности и так далее. И вот возникают вопросы по товарам, которые появляются на рынке Таможенного союза и что они у нас не устраивают. Якобы европейские стандарты отвечают, и наши не отвечают. Да, современные технические регламенты, которые разрабатывают в рамках Таможенного союза, они современные, разрабатываются сегодня. И поэтому направлены на обеспечение безопасности здоровья людей. И некоторые европейские стандарты, ну, я бы сказал, они помягче, потому что разрабатывались достаточно давно, и поэтому разница в этом плане есть. Если говорить о том, что как иметь доступ на российский рынок, казахский рынок, белорусский в будущем, то нужно знать эти технические регламенты. И армянская сторона уже начала консультации вот по этому важному, конкретному вопросу, чтобы в любом случае не потерять российский рынок. Газета «Ноев Ковчег», главный редактор Григорий Анисанян. Вопрос может быть и госпожей Баландиной, мне так кажется. Россия и Армения продемонстрировали, что существующий между ними прочный военно-политический союз не может быть полноценным, бессильной и постоянно развивающейся экономики. Но мы все знаем, что есть большая проблема для развития всего этого. Это железная дорога, которая через Абхазию соединяет Россию с Арменией. Вот в свете этого, насколько последовательно и настойчиво Россия будет добиваться возобновления и разблокирования железнодорожного сообщения между Арменией и Россией, через Абхазию. И понимая, что без прямого наземного сообщения серьезных результатов в экономическом сотрудничестве с Арменией не достичь. И тем более, сейчас здесь прозвучало еще о том, что какие-то дороги Иран-Армения, конечно, это все без вот этой дороги не может быть осуществлено. Спасибо за вопрос. Я подчеркну свою роль в этой пресс-конференции. Я эксперт технический, политический вопрос, и я комментирую, я не считаю для себя возможным по разным причинам. А с точки зрения технической, конечно, отсутствие общей границы между Россией и Арменией, прямого сообщения наземного, это достаточно серьезные проблемы. Но я хочу привести пример российскую Калининградскую область, которой, как известно, нет общей границы с Российской Федерацией и другими государственными членами таможенного союза. И есть те же самые проблемы перемещения товаров транзитом через территории иностранного государства, в данном случае, это прибалтийские страны, существенно усложняющие. Но эти... Я хочу сказать, что есть примеры, есть понимание, как эти проблемы можно решать. А вот по политическому вопросу настойчивости России в отношении с другими странами, да, давайте мы передадим другим спикерам слово. Ну, господину Спасскому, я международный чиновник, я не представляю интереса Российской Федерации, поэтому не могу говорить по поводу того, как будут решаться вопросы. Но вы сами прекрасно понимаете, жизнь идет и изменяется, Грузия и Российская Федерация, соседи, все равно ситуация будет улучшаться и прогресс будет. Когда? Ну, наверное, достаточно сложно сказать, но как раз вот ему вступление, по-моему, Армении в таможенный союз тоже активизирует этот процесс. Это вот моя точка зрения, как не международного чиновника, как гражданина Российской Федерации. Спасибо. Можно, если позволите, я добавлю несколько слов, поскольку я не чиновник, в этом смысле не сдержан служебными обязанностями говорить только определенные вещи. Напомню, в конву этих событий 92-й год войска тогдашнего грузинского руководства, а тогда у руководства Грузии стояло то, что можно назвать военной хунтой, потому что был свергнут военным путем первый президент Звиадом Сахурди, и вместо него был создан совет, куда входили в том числе помимо политических лидеров и люди с откровенным криминальным прошлым. Так вот, под предлогом именно обеспечения свободы магистрали, в том числе названной вами железной дороги, начал войну в Абхазии. И с того времени эта дорога, которая связывает Россию с государствами Закавказья, ну прежде всего с Грузией и Арменией, потому что другая дорога, проходящая через Дагестан в Азербайджан, она в данном случае Армении никак не помогает. Она была перерезана. Уже давно российское руководство осуществило модернизацию и реконструкцию того участка этой железной дороги, который проходит по территории Абхазии. Как вы знаете, сейчас даже электрички ходят из Сухума в сторону Адлера российской границы. Но вот полноценный товарооборот грузов, он не идет в силу целого ряда причин. Во-первых, из Абхазии, честно говоря, возить нечего, а пользоваться абхазскими портами у российских товаропроизводителей просто нет необходимости. Есть свои порты в Новороссийске и в других местах, расположенных более ближе к российской территории. Но руководство Грузии, как вы знаете, поменялось. И нынешнее руководство, оно не придерживается того откровенного русофобского антироссийского курса, вот той торговли своим русофобством, которая была при Михаиле Саакашвили. И действительно есть надежда на то, что объективные интересы Грузии при новой власти, будут состоять в том, что когда им перестали платить щедро за их антироссийскую политику, то хочешь не хочешь, им придется отстраивать собственную экономику на рыночных основах. И в этом случае им действительно выгодно, грузинскому руководству выгодно будет открыть эту железную дорогу. Но когда это наступит, быстро это тоже не произойдет, но в ближайшие дни и месяцы точно, потому что президентские выборы предстоят в Грузии хотя бы по этому основанию. Но объективные обстоятельства толкают именно на разблокировку данной железной дороги. Это вот с моей точки зрения несомненно. Россия, имея сложные отношения с Грузией, после событий августа 2008 года, как вы понимаете, не может задействовать все ресурсы, которые в случае наличия дипломатических отношений позволяли бы этот вопрос конструктивно уложить. Мне хотелось бы еще добавить внимание на пару моментов, потому что вопрос задан действительно важный. Да, отсутствие прямого сухопутного сообщения много проблем создает, но на этом основании мы же не говорим о свертывании военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией. Вопросы решаются. Да, они решаются сложным путем, но тем не менее это не является непреодолимым препятствием. И второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, сейчас ситуация складывается парадоксальным образом, когда, скажем, товары из Армении идут в Россию не через одно, а через два транзитных государства. Вы это прекрасно понимаете. То есть это не связано с какими-то скажем, так сказать, нехорошими действиями со стороны России, это связано с определенной практикой ведения хозяйственной деятельности, которая сложилась в Армении, которая обусловлена самыми разными факторами. Вот мне кажется, что вступление, интеграция Армении в таможенный союз, по крайней мере, позволит действовать постепенно. То есть, на первом этапе, по крайней мере, постараться убрать это лишнее транзитное звено, а там, может быть, российско-грузинские отношения действительно пойдут по восходящей и будут, по крайней мере, в коммуникационной сфере развиваться таким образом, что можно будет рассматривать какие-то варианты более прямого сообщения. Спасибо. Спасибо, уважаемые гости. У нас есть следующий вопрос. Пожалуйста. Елена Мишина, экономическая служба ТАСС. Хотелось бы узнать, может быть, есть уже предварительные расчеты, насколько могут вырасти объемы экспорта армянских товаров в Россию. Понятное дело, что, прежде всего, речь идет о агротоварах и, в частности, интересует алкоголь. Насколько может подешеветь армянский коньяк в России после входа Армении в Таможенный Союз? Прогнозы это не очень благодарное дело, но давайте вместе порассуждаем. Последние три года, возьмите статистику экспорта армянских товаров на территорию Таможенного Союза. Постоянные увеличения, все постоянно, три года последние, и первые полугодия этого года, причем очень активные. Если в прошлом году экспорт Армении вырос на 3,9% в общем, то экспорт в Российскую Федерацию за 20%, и эта тенденция продолжает расти. То есть порядка 25% сейчас экспортной продукции по товарообороту, товарооборота это с Таможенным Союзом, с Европейским Союзом постоянно падает. Ту номенклатуру, которую вы сказали, это продовольственные товары, это существенно для Армении, это, по-моему, в доле более 22% в экспорте, включая, если брать еще алкогольную продукцию, то эта продукция в основном идет как раз только в Таможенный Союз. В Европейский Союз эта продукция идет в небольшом количестве, никаких перспектив, увеличения в любом случае экспорта в Европейский Союз не существует. Что касается Таможенного Союза, безусловно, да. Что касается алкогольной продукции, коньяков, вы знаете, еще с давних времен, еще и советских времен, армянский коньяк, в общем, на территории Таможенного Союза так почитают даже по сравнению с французским коньяком. Так что возможности есть, надо заниматься соответствующим маркетингом, а что касается продовольственных товаров, то безусловно, да, есть возможности поставки на емкий рынок Таможенного Союза. И могу сказать одно, что вот возьмите, как развивается торговля сельскохозяйственной продукцией в рамках Таможенного Союза, то есть она активизировалась в рамках Таможенного Союза очень существенно. Ну вот, пожалуйста, конкретный пример. За последние три года товарооборот сельскохозяйственной продукции между Белоруссией и Казахстаном увеличился в 10 раз. Сняли все барьеры и даже вот в давние советские времена белорусские товары не появлялись в Казахстане. Сейчас увеличился товарооборот в 10 раз. Так что существенно и перспективно я вижу, что существует. Если позволите, я в рассуждение одну реплику вставлю. Мы торгуем с Республикой Армения, Российской Федерации и другие страны Таможенного Союза в условиях зоны свободной торговли. То есть армянские товары не облагаются пошлинами. И в этом смысле вступление в Таможенный Союз в этом двустороннем режиме мало что поменяет. Будут сняты другие барьеры за счет унификации, о чем говорил Виктор Валентинович. Но я хочу сказать, что если Армения бы подписала и вступила в зону свободной торговли с Европейским Союзом, вот тут товарооборот между Россией и Арменией точно бы замедлился. Почему? Потому что оставлять открытые границы для интеграционного экономического объединения с Европой невозможно. Вот вы знаете, как Украина отреагировала на предупреждение России, что если будет зона свободной торговли, мы не сможем сохранять этот режим, мы не можем действовать в ущерб нашей экономике. Вот просто дополнение к вашему вопросу. Еще, если позволите, небольшое дополнение от коллеги Спаскова. Он совершенно правильно сказал. Я напомню, что до создания Таможенного Союза трех государств России, Беларуси и Казахстана и в первый год его существования складывалась парадоксальная ситуация, когда был очень большой объем торговли между Россией и Беларусью, и Россией и Казахстаном, но был очень маленький объем торговли между Беларусью и Казахстаном. И вот это делало шаткость конструкции Таможенного Союза, как объединение трех государств. Сейчас с Арменией тоже примерно такая же ситуация. По статистике прошлого года, если я не ошибаюсь, экспорт Армении в Россию составляет 280 миллионов долларов, а экспорт Армении в Казахстан всего 4 миллиона долларов, а экспорт Армении в Беларуссию 6,7 миллионов долларов. То есть, скорее всего, отвечая на ваш вопрос, следует ожидать, возможно, я ошибаюсь, следует ожидать увеличения возможности Армении для своего экспорта в государства таможенного союза, такие как Беларуссия и Казахстан, что является взаимовыгодным и мы работать должны на общее дело. Вот еще две цифры, которые, по-моему, дают тоже четкий ответ. Итоги 2012 года. Внешняя торговля таможенного союза с третьими странами где-то увеличилась на 3,9 процента, а внутренняя взаимная на 8,7 процента. То есть, внутри активизировались все процессы. Но когда на внешнем рынке сложно, то можно активизировать работу на внутреннем рынке. Я думаю, что так и же произойдет и в условиях вступления Армении в таможенный союз все внутренние процессы будут очень серьезно активизированы. Насколько покажет жизнь, но то, что активизация произойдет, это, по-моему, несомненно. Следующий вопрос, пожалуйста. Эдуард Сахина в журнале стратегии развития. У меня два вопроса. Это сначала Корабль Амьянов. Какой международный резонанс имело вступление Армению в таможенный союз, с учетом того, что все крупные армянские диаспоры, я имею в виду российская, американская, французская и так далее, они, в общем-то, направлены на Европу и являются основными инвесторами, скажем так, в Армению? Вот какой резонанс имело и какую работу провел союз Армян-России для вступления Армении в таможенный союз? И второй вопрос, я, видимо, это Соколов или вот господина Валандина. В Армении до того, как вступил в таможенный союз заявление, мусировался тезис о том, что вступление в таможенный союз или в Европейскую ассоциацию не противоречит друг другу и возможно. Насколько это верно? Спасибо. Знаете, мнение разделяется. Российские армяны, я уже сказал, это самая большая диаспора, это Россия, потом в Америке более миллиона человек, во Франции более 600 тысяч. Они разделяются. Конечно, западные армяне, они бы хотели, чтобы Армения была интеграцией с Европой. Они в долгосрочном понятии комментируют, что это было бы правильно, могут короткосрочно. Но мы с ними не согласны. Я думаю, что сейчас подписано всего лишь заявление. Сейчас армянская страна, эксперты, все они смотрят, изучают. И мне кажется, все эти анализы, в том числе сегодняшняя пресс-конференция, дают очень много ответов. Те западники, которые сегодня не понимают, задают вопрос. Проблема заключается в том, что сегодня нет реального документа, что мы могли бы западникам поставлять, сказать, вот, что подписывает Россия. Сегодня не существует, потому что еще такого ясного документа нету. Но, сколько я знаю так вот предварительно, мне кажется, сегодня Армения другого пути нет. И интеграция с Россией это действительно выгодно. Действительно. Это не означает, что Армения не может сотрудничать с другими странами, с западниками. Мы уже сказали, что Армения член ВТО и в международном праве он может продолжать и быть членом ВТО, торговаться с западниками. А то, что рынок отдают для Армении, это Казахстан, это Белоруссия, это начало. Вы знаете, все, Россия сейчас идет активная работа, ведет страны БРИКСов. В перспективе у нас есть БРИКС, в перспективе у нас есть Евразия. Здесь очень много плюсов есть. Надо учитывать пакетно, и подход должна быть пакетно. Второе, если мы берем, изучаем просто Евросоюз, даже Евросоветское государство, берем Больгария, не знаю, Хорватия, посмотрите, что там произошло, то, что они поступили туда. Это не так, что, знаете, права больше или меньше, права абсолютно, это не такой простой вопрос. Мы должны изучать и то, и другое. Когда мы изучаем экспорт, я многих вопросов задал, западник, в том числе мои коллеги армян западники, я с ними общался, они очень сильно критикуют нас, в том числе и мне, я говорю, давайте мы возьмем Больгария, какой у него был объем сельскохозяйственной продукции и сегодня какой стал. Сегодня тоже Больгария уже здесь в России бросит, что находит рынки. Он уже, есть очень много таких вопросов, которые однозначно не скажете. Я считаю, что мнения разделяются, но тем не менее время покажет и экспертные заключения, когда уже документ будет готово, я полностью согласен, господин Спасович, что сказал, когда документ будет готово, тогда и ясность будет. И долгосрочным, и короткосрочным понятием, быть с Россией, быть в единой экономической зоне, это однозначно, это исходит исключительно государственные интересы Армении. Потому что, знаете, вот учитывайте еще ряд других договора, не только экономической, вот сказали экономической, у нас есть еще политический вопрос, у нас еще вопрос безопасности, вот это все, когда мы подходим пакетно, она становится очень очевидной, я коллегам нашим говорим, армянам, которые очень активно, они борются, сегодня в Армении есть очень много, критикуют этот вопрос, но если взять пакетный подход, вот просто плюс-минус, у нас однозначно плюс пользу России. И я считаю, что президент Армении это все изучал, не так, чтобы поспешно он пришел и подписывал, я не так не считаю, потому что долго эти дебаты идут в Армению, долго об этом говорят, и президент внимательно изучал этот вопрос, и кроме того, если вы уже, знаете, вот Армения был наблюдателем, одновременно они анализировали, и постоянно бумага лежала на президента, президент постоянно участвовал, и в курсе было дело, я просто тоже немножко в курсе дело, это не так, что поспешнее заключение, поспешнее подписание, и еще самое главное хочу сказать армянским коллегам, зарубежным и так далее, если у них есть вопросы, пусть скажет, чем заключается, у нас еще время есть, ничего не произошло, всего лишь два президента сделали заявление, давайте мы посмотрим, дальше что, так что я полностью поддерживаю моих коллегам, и однозначно, вот журналисты всегда просят цифры, потому что спорить с цифрами сложно, 45 процентов, но я немножечко округляю, 45 процентов прямых иностранных инвестиций в Армении, это российские, 45, вторые, французы, это диаспора, 15 процентов, это 15 процентов, диаспора американская, менее 5 процентов, но цифры сами говорят о суммах, а если вы сейчас скажете, назовите какие проекты возможны к инвестиционной коррелизации, вы мало назовете с Францией, мало назовете с Соединенными Штатами Америки, а я могу вам практически в каждой отрасли сказать, что возможно в ближайшее время пойдет с территории таможенного союза, и тем более, если это будет в рамках единого союза. Я немножко отвечу тогда к вопросу о противоречиях или их отсутствии. Вопрос о том, что Армения должна действовать в парадигме или-или, так западники ставили вопрос. Вспомните, что было в ходе визита президента Армении в Польшу, когда это польским президентом было озвучено публично. Вы должны сделать выбор. Не Россия, не Армения, который курс внешнеполитический, который курс является комплиментарным, как вы знаете, они так вопрос не ставили и не ставят. Сейчас, насколько можно понять различные разрозненные заявления различных западных организаций, у них идет некое переосмысление. В том числе Европейская комиссия, насколько я вот слышал, она смягчила несколько свою позицию. На мой взгляд, абсолютно не противоречит, потому что те проекты, в частности, в горно-рудной отрасли, которые есть в Армении, значит, и которые развиваются в том числе с западными, с европейскими, с английскими компаниями, они ни в коей мере, так сказать, их на это не влияет. Они как будут медный концентрат молебленовый таскать, так сказать, теми путями, которого они утаскают на запад, так и будет. Единственное, если цены мировые, так сказать, рухнут на это, то, что, кстати, происходит, то в бюджете там Армении и ее налогообразующих предприятий образуется дыра. И в этом плане, так сказать, таможенный союз действительно именно взаимодополняющую роль играет, потому что я вот согласен со всем тем, что говорилось о доступе армянских продуктов на, так сказать, емкий европейский рынок. Это очень важная ниша и ниша в значительной степени неосвоенная. Она просто будет дополнять те проекты, которые существуют у Армении, так сказать, с различными европейскими структурами. А то, что, так сказать, может быть дальше, опять-таки, доступу, скажем, Карфура, который сейчас разворачивается в Армении. Ну какое отношение, кто будет против этого протестовать? Я думаю, что вот эта вот компания против таможенного союза, она потому такая активная, потому что она носит некий идеологический характер. Но это уже, так сказать, другие вопросы. Спасибо. У кого следующий вопрос, коллеги? У меня Арам Хачатирян, Центр поддержки русско-армянских стратегических инициатив. У меня вопрос к господину Аришеву. Андрей Григорьевич, скажите, пожалуйста, есть ли возможность, чтобы Нагорно-Карабахская республика вошла в состав таможенного союза? И второй вопрос, сейчас скажу господину Абрамьяну. Готовы ли Союз Армян России помочь, чтобы Нагорно-Карабахская республика в дальнейшем вошла в состав, извините, таможенного союза? Спасибо. На этот счет уже были определенные заявления армянских чиновников и дипломатов, связанные с тем, что не будет никакой таможенной границы между Арменией и Нагорным Карабахом. Мне кажется, я даже, так сказать, говорил по этому поводу армянским друзьям, что вот то, что произошло, это будет способствовать укреплению, в том числе, безопасности Нагорного Карабаха, расширению тех возможностей, которые, так сказать, существуют, в том числе и большей узнаваемости, скажем так, карабахской продукции на рынках таможенного союза. Здесь мы вступаем в ряд, так сказать, различных политических моментов, потому что Нагорно-Карабахский конфликт, значит, проходит переговоры по его урегулированию, но, опять-таки, повторюсь, что в отличие, скажем, от Европейского союза, который мог жестко поставить эти условия, таможенная граница и все. Здесь, конечно, существуют различные варианты. Надеюсь, Союз Армены России всегда поддерживал Нагорный Карабах и в дальнейшем будут поддерживать. То, что касается таможенного союза, я полностью согласен с коллегами, знаете, мы все будем делать, чтобы это действительно способствовать, способствовать не только товарам экономическим, еще полностью я согласен политически. Я надеюсь, что основу международного права, наши, в том числе минские группы, там, Россия будут оказать еще больше содействия, или не знаю, вот как-то, чтобы этот вопрос скорейше регулировался. И потом все станет уже ясно. Я думаю, что будет хорошо. Спасибо. Коллеги, следующий вопрос, пожалуйста. Попова Елена, журнал «Транспорт». Подскажите, пожалуйста, вот вы говорили о росте экспорта, о перспективе росте экспорта. Какая транспортная инфраструктура сейчас есть и какая будет в перспективе? То есть, о чем мы говорим? Сейчас нет прямого сообщения, за счет чего будет рост грузов? Я скажу, есть, знаете, что сегодня есть морской путь, есть транспорт автомобильный, есть воздушный, все есть, и то, что мы говорили, Иран, это тоже имеет огромное значение. Мы можем, какие грузы, я хочу отвечать тоже. Грузы, может, через Россию, преимущество в Язеран и дальше. Я думаю, что и Абхазский железнодорожный путь, если откроется, тоже это путь. Сегодня возможности, конечно, то, что есть, это позволяет увеличивать и увеличивать. Это просто дополнительно, это экономически более эффективно, если будут открываться Абхазские железные дороги. Я надеюсь, это тоже, что со временем будут решаться. О каком объеме грузопотока сейчас идет речь? Ну, могу сказать, что по статистике в прошлом году увеличился транзит, увеличился, и поставки увеличились по объему. Они увеличиваются, несмотря на все сложности, они увеличиваются. Более 20%, 23% увеличиваются в сравнении с прошлого года. Помимо агропромышленных того, агропродовольствия, что еще? Много есть, не только агропродовольствия, пожалуйста, строительные. Строительные материалы, медная руда, машины и оборудование, приборы. А из Российской Федерации большое количество оборудования идет, энергетического, в том числе, недавно запущен пятый блок Розданской тепловой станции, одной из самых современных в мире, поставка ядерного топлива на армянскую атомную электростанцию. Достаточно серьезные грузы идут и требуют специальной перевозки. Все это осуществляется. Я добавлю, если позволите, один перемещать, не факт, просто не отвечая на ваш вопрос, потому что я очень часто слышу в спорах по поводу того, что той проблемой, что мы сейчас обсуждаем, вот это вот отсутствие общих границ и так далее, трудности с транспортом. При этом люди, которые это говорят, утверждают, обычно забывают, что транспорт, транспорт урозен. Есть автомобильный, есть железнодорожный, а есть авиасообщение, тоже транспорт. Напомню, один факт. Первый послевоенный год, 95-й год, послевоенный, в начале 94-го было перемирие на Горном Карабахе подписано, 50% армянского экспорта во внешний мир знаете, что составлял? Ограненные алмазы и ювелирные изделия. Перевозились они, как вы понимаете, авиатранспортом. Так что, возможности-то есть. Уважаемые коллеги, давайте последний вопрос, и мы отпустим спикеров. И вас тоже. У меня вопрос с Карашовировичем, и к теме спикеров, кто хотел бы ответить. Как вы относитесь к идее проведения референдума по поводу доступления в таможенный союз в Армении? Спасибо. Знаете, я очень положительно отношусь к референдуму, и можно спокойно это провести. Я уверен, что если будет референдум, Армения будет голосовать именно за интеграцию в таможенный союз с Россией. Я даже не сомневаюсь. И это еще очень даже наоборот покажет с Западом. Вот это какое процентное отношение? Я полностью поддерживаю, даже если там будут проведены. И вот я хочу еще поблагодарить организаторов сегодняшней пресс-конференции. Знаете, сегодняшняя пресс-конференция очень важна, очень важна для наших армянских коллег. Они все это слушают и видят, что именно профессиональные ответы, именно то положительные моменты, которые сегодня здесь сказаны. Спасибо вам. Коллеги, и еще поймите одну простую вещь. Договор будет подписан между четырьмя государствами. Это межгосударственный договор, который обязательно пройдет через процедуру ратификации. А это обсуждение не только в парламенте. Парламент может пригласить любых заинтересованных экспертов. Так что это действительно прозрачно. В любом случае будет референдум с моей точки зрения или нет, все равно процедуры в соответствии с вашим законодательством будут приведены. Спасибо. Андрей Григорьевич, что-то хотел добавить. Да, я просто хотел акцентировать внимание на том, что это очень важная мысль о том, что нужен референдум и по крайней мере идея референдума такого должна обсуждаться, потому что ну так сказать есть немало опасений того, что эту так сказать идею начавшийся так сказать процесс сближения Армении с Таможенным союзом попытаются некоторым образом заболтать и выхолостить. И мы видим, что в Армении определенные так сказать процессы на уровне того же парламента уже начались. Мне кажется, что в этих условиях действительно очень важно услышать мнение самого общества по такому важному вопросу будущего страна. Спасибо. Спасибо большое уважаемые коллеги, спасибо большое журналисты, ждем вас снова в нашем представлении. Спасибо. 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 Конечно, можно. Слушаю. Я думаю, что это и может быть. Но есть два взрыва. Есть там есть два взрыва. Спасибо. Спасибо.